Новосибирск Словил такой нихуевый джетлаг Не могу вообще никак заснуть Потому что здесь На 4 часа вперед время То есть здесь типа уже почти 6 утра А по московскому времени Сейчас Типа около 2 И я обычно не сплю в это время Вот сегодня в Новосибирске выступал Была клубная программа Короче, что вам рассказать Давно я не появлялся тут Мне вообще заметило то, что я выхожу в прямой эфир Только когда нужно скоротать время Последний раз, по-моему, был прямой эфир Когда я сидел в аэропорту Когда я летел в Тубай Клип снимать Там типа надо было Долго ждать Я еще рано, короче, слишком приехал У меня какой-то был ранний рейс И я сидел 40 минут Рассказывал вообще Про все, что мог С Днем Победы, да, кстати Сегодня же праздник Всех с праздником Когда ждать релиз Человек у меня спрашивает Слушай, чувак Я тебе не могу сказать точно Я занимаюсь этим вопросом Вообще все Последнее время я занимался студией Я открыл свою студию Звукозаписи в Москве Потому что я устал работать дома И мне показалось, что появилась необходимость В рабочем месте Постоянном И вот Последние месяца полтора Наверное Я вот этим занимался Совсем с нуля Я вообще не спал Я не угашенный Я вообще ничего не употребляю Уже давно Ну так вот И по поводу нового релиза Я хотел Гаверный интернет Новый релиз Хотел его начать делать Уже на своей студии Поэтому Я не буду Йоу Что-то тут вообще Если на этом Какие-то беда В общем По поводу релиза Я только-только буду Только буду за него садиться И этим заниматься С новыми силами Но это будет все равно По-другому Потому что Это будет Процесс будет В общем отличаться Потому что я буду писать Вон на студии И все время работать Там А не дома А работать дома Это полное дерьмо С одной стороны Знаете Так типа Повлекательно Да Никуда не нужно идти Удобно А с другой стороны Это просто пиздец Когда у тебя все Вот в одну кучу Работа Дом все вместе И нет границы Постоянно отвлекаешься Короче Работать дома Не знаю Лично я не могу больше Я у себя в квартире Написал где-то В той квартире Где Я живу сейчас Уже Наверное треков В сто В последние годы Три И Я уже не могу Дома работать Вообще Никак Кто-то спрашивал Почему я открыл студию В Москве И не открыл В Питере Все просто Потому что Я ее открыл Не в коммерческих целях Я не планирую На этом зарабатывать И Кого-то там писать Просто я сделал Это для себя Я живу в Москве Зачем она мне в Питере Все просто На этой студии Никто не будет писаться Кроме меня На этом плане Я большой гайст Какая-то любимая машина Кстати Вот по поводу машины Чуваки Я вам кидал Кидал недавно Не знаю Кто-нибудь Может не видел Тоже в Москве Я кидал Объявление О продаже Бимера Моего кореша Еще раз Вам напоминаю Не упустите Свою шанс У вас У вас пару дней Пока его не слили А так Интернетом Что у меня С интернетом Я сижу На вай-фай Отельном И он Виснет Да, вероятно Периодически Потому что Я Не знаю Мой Мой Нет Тут Уже Просажен Весь трафик Не впадло Заниматься Этим В Челябинск Когда Человек спрашивает У меня будет Челябинский концерт В июне Я делал анонс Во всех Моих соцсетях Покажется Что учла Если не изменяет память Вот Слушаешь какую-нибудь музыку Кроме того Что сам пишешь Вообще слушаешь Ну конечно Очень много Всякой музыки Слушаю Постоянно Свою тоже Кстати Музыку Слушаю Когда Только Выходит И Так же Гоняю Как и вы Все На репети Пока Мне не надоест Несколько дней Я похож На Буэдвард Депо С Коута Ракурс Нам не много Кто говорит Еще говорят Что я похож На Кристины Си А еще кто-то Писал Что я на Аксимирона Похож Профиль Я по-моему Ни на кого Из них Не похож Тебя И строчка Гоняю Только В Найках Предл Джордана Ну а Джордана Это что Не Найк Чувак Тебя Плохо С Историей Эти Кроссовки Первая Модель Джорданов Была Со Сушем Найковским Air Jordan 1 И вообще Это бренд Внутри Найка Дочерняя Компания Когда Я приезжаю Приезжаю Вообще Сотрудничаю В общем С Найком Я могу У них Джорданы Брать Так же Как Люди Которые Сотрудничают С Дасом Они Могут Брать Y3 Или Еще что-то Поэтому Джордан Это и есть Найк А так Да Я Вообще Очень Благодарен Компании Найк Русскому Представительству Они Много Чего Для меня Хорошего Сделали И Я Не намерен Менять Менять И Короче Вообще Какой-то Ну Метаться Там Хотя Постоянно Поступают Предложения От Других Спортивных Брендов Порой Даже Очень Заманчивые Может Даже Не хуже Но Я считаю То Что Это Низко Метаться Как шлюха От одного К другому Я уже Раз я Начал Работать С Найки Надо С ними Работать Дальше Причем Это Реально Объективно Блять Как же Заебал Интернет Как-то Отношусь К Якутии Блин Я вообще Отношусь Нормально Ко всем Любой Точке В земли Ко всем Народам Ко всем Людям Любых Цветов Она Семь Людь Как Ресли Строчка Нет Этого Трека Не будет Это Была Такая Демка Там Был Мой Куплет Припев Лил Морти В итоге Мы решили Это не выпускать Потому что Результат Никого Не устроил Вот И Из этого Куплета Некоторые Строчки Я уже Разобрал И Вставил В другие Куплеты Поэтому Короче Ну Это дерьмо Уже точно Не выйдет Кто-то Спрашивал Сохраню ли я Эфир Нет Эфир Я сохранять Не буду В этом Прелесть Моих Ночных Эфиров Кто Успел Тот Сел Когда В Баскет Вообще Каждый Четверг Стараюсь Гонять По идее В этот Четверг Вообще Собирался Поиграть Фит С Маркулом Уже Есть Фит С Обла Тоже Есть Кстати Говоря Обла Концерт Будет В Москве В глав Клабе 13 мая Если я не ошибаюсь Я вас Всех Туда Зову Поддержать Братишку И Сам Залечу Туда Думаю Мы Исполним Наш Совместный Бэнгер Осознаешь Что 5 лет Назад Представить Не мог Что с тобой Происходит Сейчас Да Блин Чувак И 2 года Назад Мне кажется И 3 года Назад Если бы Мне говорили В какой точке Я буду Находить Сейчас Я бы В это Слабо Верил Мне Было бы Удивительно Жизнь Такая Штука Непредсказуема На самом Деле Если бы Я мог Все это Представить Я бы Больше Верил В себя Многие Вещи Делал По-другому И Сейчас Верим Был бы На другом Уровне Как Отношусь Ghost Mate Я Такой Рэп Вообще Не Слушаю Мне Не Нравится Ничего Подобного В этом Плане Вот Эти Все Рэперы Которые Явно Много Металла Слушали В детстве И Орут Орут Вместо того Что читают На мете Это не мое Девушки у меня нет Кстати Да Она мне Не нужна Нахуй Почему Выступали В космонавте А не В Авроре Последний раз Ну за сколько Можно уже В Авроре Выступать Мне уже Надоело Кстати Кстати говоря Тем не менее Будет Концерт В Авроре В Питере Кажется В ноябре Мы уже Подписываем Бумаги Надеюсь Что К этому Моменту Привращу Это все Какой-то Презентации Чего-то Какого-то Релиза Многие Люди Спрашивают Какую-то Хуйню Просто И не Хочется Не хочется Даже Читать Эти вопросы На то Что На них Отвечать Что Еще Хотел Вам Сказать Что Скажешь О Рузе Нормальный Чувак Я с ним Познакомился Когда Мы Были Выступали В Киеве Он Пришел Поддержать Выступил На разогреве С пары С пары Треков Не знаю Мне показался Таким Доброжелательным Чуваком Вот И Может Даже Мы что-то С ней Вместе Сделаем Общаюсь Ля С Приходько Блять Охуеть Чувак Ты вспомнил Вообще Пиздец Я Я бы Без тебя Наверное Никогда Не вспомнил О существовании Этой девушки Нет Мы с ней Не общаемся И Вообще Я так Навскидку Не назову Ни одну Девушку Из тех Которая Снималась У меня В клипе С которой Я общаюсь До сих пор Новый альбом Постмалон Я слушал Мне понравился Трек Со своей Ли Что он Называется Спойл Майнайт Кажется А в общем И целом Не знаю Не совсем Вообще Последнее время Слушаю Много Много Рэпа Все что Выходит И Если Понравилось Понравилось Релиза Хотя бы Один Два Трек Это уже Типа Ну Кажется Что уже Неплохо Потому что Все настолько Однообразно И заебало Что пиздец Я вот Последнее время Рэд Со своей стороны Я тоже Знаете Как я раньше делал Когда вот Такая мысль Что типа Блин Чувак Давно не выпускал Треков Надо что-то выпустить И я так садился И резко За пару дней Делал трек И выкладывал Лишь бы что Но выкладывал Вот так больше Не хочется делать Мне кажется Лучше появляться Реже Но с качественным Материалом Чем Вот Вот эти вот Вынужденные Появления Поэтому Мне опять-таки Тоже не хочется Повторяться И Выдавать Очередную Порцию Там 10 трек Треков Про то Как я трахнул Чью-то суку Хочется Какого-то развития Что-то новое Экспериментов Больше Поэтому Я не тороплюсь И Я буду Размеренно Выпускать музыку Так По совету Фильм Кто-то спрашивает Блин Я на самом деле Вообще Не смотрю Практически Фильмы Сериалы У меня реально Нет времени На это Я постоянно Работаю В плане По нему Того Что я пишу музыку Я Относительно Своего проекта Практически Всем сам Занимаюсь И Занимаюсь Спортом Там Какие-то Бытовуха Потому что Я один Живу Езжу к родителям Общаюсь С людьми Езжу на какие-то встречи Я даже Иксбокс Свой брату Подарил Такие фильмы Дома смотреть Фильмы Не знаю Не мое В кино Иногда хожу Ну вот Последний раз Кстати Забавная история Я всем Я уже Тысячу раз Рассказывал Но Я думаю Что Это Все В основном Были мои знакомые Последний раз Мы ходили на фильм Он назывался Как-то Типа Первому игроку Подключиться Или что-то такое Не знаю Короче Не помню точно Типа Фильм Какой-то Про геймеров Типа Про Какую-то там Какая-то Суперпопулярная игра В которую Они все Погрязли Короче В поле Кто смотрел Этот фильм По-любому Вот И короче И мы пошли туда В четвером Вместе с кассом Фильм очень долгий Он часа три шел Наверное Это был Он закончился Было три ночи Ну и вот Первым делом Я пошел в туалет После этого фильма Это очень важная деталь Относительно того Что я буду дальше Рассказывать Вот я пошел в туалет Пописал В общем И Мы сели в тачку И через пять минут Меня остановили мусора Попросили меня Подуть в трубочку Там Короче Отвели там Такой-то специальный Был фургончик Они всех стопали Потому что это ночь Там был фургончик С медиками Они проверили Что я не пьяный И дальше Короче Они такие Типа Надо пописать в баночку Чтобы мы убедились Что вы Не употребляли Наркотики А я реально Ну Был уверен Что я чист Что Там Я не знаю По-моему Самый долгий Наркотик Который Держится Держится У тебя в организме Что он показался Там месяц Максимум Я точно Месяц Никаких Ничего не употреблял Но я просто Перед этим Сходил в туалет Я реально не хотел Ссать Они говорят Нам похуй Будем ждать Пока вы захотите Ссать И мы сидели Полтора часа В машине Примерно Касса Сходил Купил чаю Полтора литра Я выпил Этого чая Мы ждали Пока я захочу Ссать Сидели Ржали В машине И потом Потом я Пассал Они Они Даже не Извинились Передо мной И отпустили Отпустили Нас После этого Поэтому вывод Из ситуации Какой Во-первых Не нужно Не нужно ездить Нужно стараться Не ездить Ночью За рулем Потому что Если у вас В машине Четыре Четыре человека Короче Молодых ребят Вас обязательно Остановят Вот И короче Второе Это Ну ACAB Как бы И так понятно Было По-моему По поводу Афиши Короче В четверг Выйдет То есть Сегодня среда Да По-моему уже Значит В четверг Выйдет Выпуск со мной С афиши Видео По-моему Мы там довольно Много чего угадали Они спрашивали У нас Какую вам музыку Включать Я специально Чтобы было Ну Типа По-жанрово Я специально Чтобы Было интереснее Ничего им не сказал В итоге Они включали Мне какие-то Какие-то Очень часто Попсовые треки Которые Даже таких исполнителей Не знал Но рэп Вообще Почти весь Нагадал Ну Не знаю Мне вообще нравится Это шоу Афиши Видео Я сам его смотрю Прикольно Интересно Что Кто Думает О других Вот И Висходя Из этих соображений Вам тоже будет Забавно Это посмотреть Башка Немного Ватная На самом деле Много Что Происходило За последнее Время Чего Можно Рассказать Вообще В 6 утра Сейчас В Новосибирске Вот И что-то Не знаю Человек Человек Мне пишет То что Я хочу Что-то нового В рэпе А сам Ничего нового Не делаю Ну Это Очень Субъективное Мнение Чувак Послушай Мой последний Микстейп И Там Есть Минимум Три Грустных Трека Вообще На Нетипичные Темы От Меня Есть Там Все Все Новое Битло Там Новое Флоу Там Много Чего Нового Это Не Лиз Другого Исполнителя Но Там Очень Много Экспериментов Я Стараюсь Сделать Что-то Новое Те Люди Которые Так Говорят Что Я Ничего Не Пытаюсь Сделать Новое Они Просто До Больше Разобраться Ситуацией И Познакомиться С моим Творчеством Вот Кто-то Пишет Про ЛДЖС ЛДЖМ ФИТ Забавная Была История Типа ЛДЖС Из Новосибирска Насколько Я понимаю И Сегодня Сегодня Ко мне Подошел В гримерке После моего Выступления Чувак Там Был Такой Чувак 15-летний Дродаст Входил И Подошел Начал Со мной Разговаривать И оказалось Что это Братова Младше Так вот Мир Тесен Я даже Не знал Что он Новосибирск Но тут Про него Говорят Что он Ровный Парень На самом Деле Поэтому Не знаю Много Много Обсуждений Его Но я Скажу Если я Глазами Своими Что-то Не видел То Я Не рассуждаю Такими Мерками Для меня Это просто Все слова Поэтому Вообще Похуй Кто что Говорит О чем Надо иметь Свою голову Про косички Кто-то Меня спрашивает Вот На афише Видео Я максимально Долго По-моему Рассказывал Про косички Вот Послезавтра Ребята Все О косичках Не хочу Не хочу Отвечать На вопросы На которые Миллион раз Отвечал Еще час Двадцать До улета Надо тянуть Спать Вообще Не хочу Куришь Сигареты Не сигареты Я никогда Не курил Вообще Никогда Не Не Мое Вот Я еще Не понимаю Вы меня Спрашиваете Типа Как тебе Этот Как тебе Тот И половина Этих Пацанов Если У меня С ними Есть Треки Ребята Ну Наверное Если Я с этими Ребятами Записал Треки Наверное Я к ним Нормально Отношусь И Наверное Мне Нравится Их Творчество Да И Вероятно Если бы Это было Не так То У нас Было Фита Вот И Я Не понимаю Ваши Вопросы Все Ребята С которыми У меня Есть Треки С которыми Мы Сотрудничали Практически Все За исключением Несликих Человек Единицы Я бы так сказал Я со всеми В хороших Отношениях Всем Всем Салют Пацанам И Мне было Приятно Со всеми Поработать Почему Удалил Свой Самый Первый Клип Я его Не удалил Я просто Закрыл Доступ К нему Потому что Он говно На мой взгляд Полнейшее И На то Он и первый Клип Чтобы быть Говном Сегодня Мои клипы Не очень Нравятся В принципе Я вам так скажу Как бы У меня еще Не получилось Найти Найти Режиссера Такого Чтоб мы с ним Сработали Если он выдавал Выдавал То Что мне Нужно Вот И Единственный Раз Когда Я вот Помню Я увидел Из своих Всех Клипов Один раз Такой был Клип Бэнк Ролл Я увидел Его Первый раз И он Мне Понравился С первого Раза Это был Единственный Раз Все остальные Клипы Когда Мне показывали Их Первый Раз Я думал Блядь Что это За Дичь Менял Там Почти Все Вот На этот Клип Мне понравился Банк Ролл В то время Но Я тогда был Не совсем В адекватном Состоянии Так скажем Поэтому Тяжело судить Это связано Было С этим Или нет Сикс Знаем Мне не нравится Такое Не слушаю Не знаю Орет Он Как-то Слишком Короче Не знаю Мне Такое Роб Не нравится Что-то Я хотел Вам Рассказать Что-то Было Еще Интересное За последнее Время Я Вообще Туплю Жестко А Кстати Да Охуеть У меня же Микстейп 9 мая Вышел Шоу Лизгета 2 Это было Реально 9 мая Сегодня Годовщина Получается Ровно 4 года С этого Микстейпа Которая Ну Моему мнению По праву Считается Классикой Русского Трэпа Да Пиздец Время Ребята Летит Представляете 4 года Уже Прошло 4 года Я катаюсь С этими Концертами Уже Шестой Год Уже Прямо Еще Еще Чуть И я Уже Буду Так А ведь Ветеран Это вы Дерьма С 10 Десятилетним Стажем Да Время Конечно Летит Жестко Но Особенно Это К телкам Относятся Которых Время Вообще Не Щадит Посмотрите На телок Которые Были 6 лет Назад Ок Как Они Сейчас Выглядят Они Постарели Люто Но Я Больше Горю Наверное Про Своих Ровесниц В вашем Случа Все Наоборот Должна Будь Вот про Веру Бит Кто-то Спрашивает Я В жизни Никогда Не видел Он Мне Сводил Как-то Один Трек Как раз Таки С этого Микс Жизни По Глупости Мер Убийца Райпи Йоу Да Четыре Года Шоу Улис 2 За Четыре Года Все Конечно Люто Изменилось Тогда Слово Хайпим Это Было Мое Нововведение А сейчас Сейчас Даже Тариф МТС Хайп Как Клип Хайпим Снимали Да Помню Бюджет Этого Клипа Ребята Знаете Сколько 1100 Рублей Наверное Я не знаю Почему У всех Так Жопу Подгорал В тот Момент Когда Это Все Выходило Что Типа Вот Откуда Вертолет Яхта Шмах Там У него Папа Богатый Наверное Блин Это Все Не так Дорого Стоит В аренду Все же Понимают Что Русские Рэп Клипы Снимаются В аренду Да Приезжает Рэпер В Дубае Понятное Дело Что Он не приезжает Того На своем Ламборджине И так далее И тому подобное И даже Если ты Реально Очень Богатый Чувак Да У тебя Есть Условно Там Ламборджине Ты не будешь Снимать В каждом Клипе Эту Одну Ламборджине Ты Все равно Будешь Арендовать Машины И снимать Разные Тачки В клипах Поэтому Просто Непонимание И тут Вообще Другой Менталитет В этой Стране Американцы Слушают Яник Седа Смотрел Много Таких Ну Блять Это Такая Необъективная Хуйня Они же Не понимают Слова Они Не могут Это Оценить Они Что Они могут Реально Оценить Они могут Снить Клип Про клипы Свои Я уже Сказал Вот Поэтому А вас В остальном Не знаю Это тоже Вкус общины Я смотрел Где они Какие-то говорят Бля Круто Чувак Вообще Стерит Другие Говорят Что Пиздец Хуйня Полная Опять Таки У каждого Своя башка Должна Быть Самый Дорогой Шмот Могу Сказать Вот Мои Самые Дорогие Кроссовки Это Флайт И Джордан Коллаб Джордан Один Они Стоят На ресейле 120 тысяч Удивительно Да Как Первые Джорданы Могу Столько Бабок Стоить Но Я реально Знаю Чуваков Которые Эти Кроссовки Застолько Продавали Они Очень Деткие Вот Это Самая Моя Дорогая Пара Нет Русские Понятно Слушают Зарубежных И за Флоу Но Там Просто Тут Другая Ситуация Ты Когда В Америке Живешь Ты Привык Как бы Что Ваш Музыкальный Рынок Это Мировой И Все Музыка Которую Ты Слушаешь Всегда На Твоем Языке Априори И У Них В Голове Это Заложено У Нас Наоборот С Детства Слушаешь Музыку На Другом Языке И Ты Привыкаешь К Этому Поэтому Мне Слабо Верится Что Там Кто Будет Слушать Музыку Условно Там Русскую Где Не Понимают Слов Просто Из-за Мотива Может Это Единичные Случаи Но Так Чтобы Это Было Массово Популярно Все Эти Артисты Русские Которые Ездят В Америку Выступают Они Ходят Русские Секрет В основном Трудно Было Совмещать Учебу И Пик Творчества Блин Какой Пик Творчества У меня Такого Не Было Еще Правда Пик Творчества Я Все Еще Работаю Над тем Чтобы Я мог О нем Говорить Но Пик Творчества Это Звучит Так Что Вообще Пиздец Представляю Знаете Что Я Купаюсь Просто В лучах Славы Деньги Вот Так С неба Падают Ну Вот И Я Так Блин Кого Сегодня Трахать Эту Модель Литу Или Двух Сразу Вообще Как Да Были Времена Объективно Когда Как Сказать Мое Положение Что Ли Как Выразить Правильно Было Меньше Меньше Конкуренции И На На Этом Фоне Я Больше Выделялся Я бы Так Скажу Вот Я Вам Скажу Что Совмещать Это Было В общем Я себя чувствую Так Как Всегда Одинаково Я Всегда Что Совмещаю С Чем То Тогда Я Совмещал Учебу С музыкой Сейчас Я Совмещаю Музыку С Какой-то Организационной Деятельностью Никогда Не сижу Без Дела Это Конечно Это Непросто И Конечно Проще Делать Что-то Одно Но Деятельно 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 На практике Редко Так Получается Аниме Кстати Не смотрю Вот Кто-то Интересуется Нет Аниме Не смотрю Никогда Не смотрел Не знаю Не мое Неинтересно Я Любил Мультики Более Классические Знаете Там Типа Симпсоны Футурама Там Саус Парк Всякие Там Бэтмен Черепашки Ниндзя Спайдермен Спанчбоб И так далее Так Куда я еду В Москву Еду Все У меня Больше не будет Выступлений В этом месяце Я буду Работать На своем Альбоме А до этого Последние Полтора месяца Я специально Так как Я занимался Студией Я специально Не Ну Типа Не Не продавали Концерты Специально Можно так Сказать И Мне нужно Было Это время Чтобы Разгрести Другие дела И Собраться С мыслями И Прийти в себя И Так далее Потому что Это очень тяжело Контролировать Все И Оставаться В адекватном Эмоциональном Психическом Состоянии А в июне Мы будем Выступать В Челябинске Будет Фестиваль В Питере На котором Будет Большой Клевый Лайнап Там Я И Куча 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 Всех И 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 Далее Опять Таки Вейв Вейв Фестивал Называется Кажется Информация Есть У меня Во всех Соц. Сетях И Еще В Одессе Я кстати Буду По идее Да Вроде Мы уже Подписали Договор С организаторами Мы ждем Когда Они скинут Нам Предоплату И Поедем В Одессу В Одессу Я люблю Выступал Я там Кажется Раз Пять Вообще Самый По-моему Второй Концерт В моей Жизни Был В Одессе Мне Очень Понравилось Особенно Когда Ты Ну Как бы Только Начинаешь Ездить И У тебя Это Все В таких Красках Воспринимается Я еще На несколько Дней Там Остался Выступать И Народу Много Было Было Круто При том Что Я помню Очень Хорошо Что Я туда Поехал За 10 Тысяч Рублей Выступать Вот Так Вот Это Был 2013 Год Мы Двигались Как Могли Вот Что Еще По Концертам У нас В Минске Будет Концерт Летом Я не Помню В Августе Или В Июле И Где-то Еще Я Не Помню Почему Никто Не Ездит Во Львов Не Знаю Нас Ни Разу Не Зывали Во Львов Нас Позвали Мы Приехали Вероятно Вообще Говорят Львов Очень Красивый Город Во Воду Концертов Могу Могу Рассказать Одно Не секрет Кто-то Просто Спрашивает Почему Там Приглашают Не Приглашают Вот смотрите Сейчас Если Говорить Про Рэперов Вот Мы Не Замечали Такая Тенденция Только Появился Рэпер Бац У него Тур Сразу Там На 20 Городов Вот Я Вам Расскрою Сигарет Как Такие Туры Делаются Это Не Классический Тур Где У Артиста Есть Гонорар И Платят Деньги За Это А Это Просто Такая Схема Работ Называется Концерт Под Процент То Есть Артист С Организатором Работают Как Б Вместе И Они Делят Процент С Продаж Пришло На Тебя Много Людей Получишь Больше Чем Ты Могу Получить Там За Свой Гонорар Пришло На Тебя Мало Людей Ничего Вообще Не Получишь И Поэтому Сейчас Такая Ситуация То Что Куча Новых Рэперов Они Все Ездят Выступают И Все Они Ездят Выступают Вот Так Там Собирают По 100 Человек Многие Из Них Получают За Концерт Там 10 Тысяч Рублей Получается Такая Ситуация Что В Месяце Типа 5-6 Артистов Которые Делают 6 Привозов Месяц В один И тот же Какой Нибудь Я Не Знаю Блять Ну Кто Угодно В общем Почти Все Так Ездят И Понятное Дело Что У детей Нет Денег Чтобы Сходить На Все Эти Концерты Они Выбирали Что Одно И Вот Из-за Того Что Молодняк Этот Весь И Не Только Молодняк Гоняет За Эти Проценты Они Просто Подрывают Рынок Таким Образом То Что Артистам Организаторам Нет Смысла Рисковать И Привозить Кого-то Артиста За Гонорар Да Знаю Что Огромная Конкуренция Когда Он Может Привезти Какого-нибудь Молодого Молодого Фрешмена Какого-нибудь Гонфлада Например За Процент Я Не знаю Как Гонфлад Ездит Но Я Предполагаю Что Именно Так Вот Я За Просат Не езжу Принципиально Никогда Не ездил Поэтому У меня Никогда Не было У меня Было Вообще Всего Два Тура За За Вот Всю Мою За Эти Пять Лет Но Эти Все Туры Были Проданы Реально За Гонорар А Вот Эти Концерты Знаете Как Это Работает Типа Вот Появился Артист И Бац У него Туры Все Думают Ебать Он Всем Нужен Вообще Да Он Только Появился Уже Какой Спрос На Человека И Другие Организаторы Которые Не Понимают Что Происходит Они Так О Ничего Себе Чувак У него Только Что Было 20 Концертов Значит На Него Есть Спрос Значит Он Желанный Давайте Тоже Мы Сделаем Концерт То есть Эти Концерты Они Концерты Ради Концертов Реально Они Нужны Для Того Чтобы Просто Из Пальцев Выдавить Показать Людям Что Ты Кому Нужен В Моем Случай У Люди Уже Знают Да У меня Есть Имя И Мне Не Нужно Выступать Чтобы Убедить Кого-то Что Я Могу Выступать Как Быть И Так Всем Понятно Вот Есть Наверное Да Смысл Такое Делать Только Начинающий Артист Но Я Таким Методом Не Пользовался Вот И Тем Более Сейчас Я Так Не Буду Делать Вот Поэтому Сейчас В На этом Фоне Таких Бесконечных Концертов За проценты От всех У меня Осмолок Стало Чуть Меньше Но Я Даже Брат Наверное В том Моменте Тем Что У меня Есть Время Больше Заниматься Другими Вещами Писать Музыку И так Далее Вот Мне Интересно В Штатах Тоже Тоже Практикуется Такая Практика Или Нет Но Я Надеюсь Что Ситуация Устаканится Пацаны Заебутся Этой Хуй Заниматься И Все Будем Будем Ездить Только За Хэш Проблем С дыханием У меня Не было Оби Ван Каноби Угроза У нас же Уже есть Фитс Оби Ван Каноби Ребята Вы пропустили Он был На том Сам Шоу Улис 2 Только Сегодня Обе Вспоминали Называется Тяжело Вспомнить Это Рэп Кажется Да Послушайте Обе Я слушал Когда Был Малой Мне Нравилось Грязный Рэп Вообще Любил Когда Был Помладше Такой Максимально Грязный Короче Мне кажется Мы уже Долго С вами Разговариваем Вот Короче Надо Закругляться Мне уже Через час Нужно Вставать Собираться Ехать В аэропорт Я был Рад С вами Пообщаться И Буду Стараться Почаще Вас Радовать И Короче Выходить В эфир Тоже Почаще Раз Даже В Такое Позднее Время Так Много Людей Смотрят Все Давайте Ребята Я всех Обнял Ценю Вашу Поддержку Пис Ребята Ребята Ребята